Я не являюсь профессионалом в этой программе, я расскажу лишь о том, что сам знаю. What's up! С вами я, Аристарх, и сегодня мы рассматриваем программу PIXELFIC дизайнер. Программа создана для того, чтобы мы могли делать классные пиксельные эффекты. Всего в программе есть две важные панели, верхняя и нижняя. Начнем мы с нижней. Чтобы включить партиклы, включим play. Теперь наши партиклы работают. Чтобы изменить центральную точку для партиклов слоя, необходимо, зажав левую кнопку мыши, переместить центральную точку. Давайте рассмотрим слева направо все наши возможности. Bars запускает один партикл. Слева направо у нас расположены слои, их всего 10, от 0 до 9. Particles отвечает за основной функциональной программы, к которому мы еще вернемся позже. Rendering отвечает за рендер эффекта. Colors – это цвет ваших частиц. Effects отвечает за цвет аккор. Custom отвечает за настройки самой программы. Particles отвечает за основной функциональной программы, к которой мы еще вернемся позже. Вернувшись, мы обнаружим панель Basis, отвечающая за основной функциональной программы. Matthew отвечает за движение частиц по оси X, Y. Timeline – скорость анимации. Visual – это текстуры для ваших частиц. Чтобы продемонстрировать весь известный мех функциональной программы, мы сделаем три разных эффекта. Костер, бесконечности и взрыв. Но вначале мы изменим бэкграунд на темно-серый, зайдя в Color и уменив цвет. Чтобы сделать наши партиклы более похожими на костер, необходимо изменить их направление полета. Минималки 60, на максималки 120. Speed отвечает за скорость ваших частиц. Increase отвечает за разброс между минимальным и максимальным значением. Радиус отвечает за размер партиклов. Life – время жизни частиц. Теперь было бы неплохо поменять цвет на более подходящий для огня. Заходим в Color и выбираем ту палитру, которая нам больше нравится. И да, в этой программе можно загружать свою палитру, если что. Теперь по балансе с формой частиц Shape. Вы выбираете ту форму, что вам понравилось. Я же выберу форму Diamond. Orientation – это поворот ваших частиц с помощью градусов. Particle Number – это количество созданных частиц. Теперь зайдем в раздел Motion, где находятся горизонтал сайд и вертикал сайд. Отвечающие за полет точки спауна на партиклов по горизонтали и вертикали. Если же нам надо сделать полет с кругообразной траекторией полета, нам в помощь придет Circle. С эффектами поступим так. Я показываю, что делает каждый из эффектов, а вы сами решайте, что с этими знаниями делать. Теперь для полной картины мы зарендерим наш эффект. Для этого заходим в раздел Custom и меняем Scale на 8, чтобы разрешение анимации было 60 на 60 пикселей. Для того, чтобы изменить разрешение спрайта, нужно потянуть за ползунки снизу. Кстати, в этой программе можно использовать свои референсы и настраивать их в зависимости от ваших пожеланий. Теперь перейдем к рендерингу нашего эффекта. И первый вопрос, который мы должны задать себе, это зацикливать ли нам анимацию. Если да, то просто нажимаем Loop Time и запускаем анимацию. Если нет, то просто рендерим и не нажимаем Loop Time. Вуаля, костер готов. Бесконечность – это самый легкий эффект, ведь для его создания нам понадобится Meshon и Basic. Meshon позволяет создавать траекторию поддвижения частиц с помощью Alt плюс правая кнопка мыши. Чтобы редактировать направление, нам нужно зажать Alt и левую кнопку мыши. Чтобы удалить, нужно нажать Delete. Теперь чуть-чуть поправим цвет. Ну и в принципе наш эффект готов. И мы можем перейти к взрыву. Для взрыва нам понадобится поставить значение в партикле Number на 20 Min Speed на 6 в Max на 7 Increment на минус 0,10 Radius в Min на 20 Max Number на 20 в Min Speed на 6 в Max на 7 Increment на минус 0,10 Radius в Min на 20 Max на 10 Increment на минус 20 Live Amateur Весь вводим ему 30. Это с каким интервалом будут спауниться наши партиклы? Теперь переходим в Color, в котором я выберу расцветку Game Boy. Теперь откроем новый слой с партиклами и уберем некоторые значения на 0. Поставим на 50 Imager и Radius поставим на 50. Имитер тоже ставим на 30, чтобы такты появления частиц спадали с нулевым слоем. Осталось лишь покрасить наши партиклы в цвет Game Boy. Эффект готов. Сразу заявляю, изначально я не планировал записывать обучение по физике. Но поскольку в интернете нет достойной информации о том, как пользоваться физикой, да и сам я не понял, как пользоваться данной возможностью программы, поэтому я решил, что лучше я покажу вам хотя бы то, что знаю, поскольку информации о функционале программы и так очень мало. И если ты знаешь, как лучше использовать возможности физики в программе, то обязательно пиши. Мне и другим пользователям правда будет очень интересно узнать что-то новое об этой программе. Stench. Этот параметр отображает общую силу воздействия всех параметров физики на ваши частицы. Gravity отвечает за силу воздействия гравитации на частицу. В английском обозначает пробраться через физическую силу или проникнуть в нее. Взломать силой. Понимаете, как хотите? Я сам ни черта не понял. Направление силы тяжести Min. Направление силы тяжести Max. Эти два параметра могут вам помочь в коррекции направления полета частиц. Вот это все, что я знаю о физике. Как я и говорил, я знаю о физике очень мало и вряд ли сильно вам помог. Фу, блин, это видео было реально сложно записать. Подождите, поставь мне лайк. Я реально очень сильно старался. Было много проблем с переездом. Не было желания. Был творческий кризис. И я все равно записал это видео. Поэтому я очень старался. Подождите, поставь мне лайк. Ну а с вами был я, Аристар. Всем удачи, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...